Вот как-то вот, скажем, программа, скажем, полета Бион-2, она как-то состыкуется с, то есть подобные же, то есть есть состыков с экспериментами, которые, скажем, ведутся на МКС, то есть, как бы сказать, общие вот, какие-то направления, общие проекты, или в других этих программах? Понимаете, в чем дело? Российская программа на МКС, она достаточно ограничена, в связи с тем, что, в общем-то, ресурсы российского сегмента не очень большие. Сейчас, вроде бы, должен быть новый модуль МЛМ, и появится место, и так далее, где можно размещать аппаратуру. С животными на МКС экспериментов не проводятся. С микроорганизмами эксперименты проводятся, и достаточно большое количество этих экспериментов идется, как в плане исследования поведения микроорганизмов в среде питания внутри МКС, так и вне. Вот сегодня будет доклад, или надо ничего делать. Плюс идутся исследования взаимодействия микроорганизмов с человеком, идутся исследования взаимодействия микроорганизмов с различными элементами станции, с техническими и так далее, потому что огромная проблема — это обрастание различных технических устройств в микроорганизме, вплоть до определенных даже аварийных ситуаций. То есть как мониторинг, так и эксперименты идут. Поэтому, в принципе, что еще на МКС делается, что мы не можем сделать на бионе, допустим. Мы, допустим, на бионе не можем выращивать растения. Просто этот процесс, во-первых, более длительный. Ну, какие-то растения мы можем выращивать, но там Клешаник сегодня Скрипников будет рассказывать об этом. А вот нормальные растения, которые там необходимы человеку в питании и так далее, мы вырастить не можем. Значит, нет такой аппаратуры. Вот это мы делаем на МКС. Вот эти работы проводятся. Что касается исследований животных. Есть огромная программа американцев. Она идет. И мы в этой программе и участвуем. Участвуем в связи с тем, что американцам необходимо время российского космонавта. Им не хватает для реализации своей научной программы времени американских астронавтов. Тем более, что их там меньше, чем российских. Потому что одно место обязательно уходят либо японцы, либо европейцы, либо канадцы и так далее. Поэтому они предлагают нам участвовать в их программе за то, что мы отдаем время космонавту. Есть такое соглашение между нас и Роскосмосом. И мы в этой программе участвуем. Основное отличие, которое очень существенно отличает программу американскую от российской, заключается в следующем. Во-первых, американцы часть мышей препарируют на борту. Это очень важно. Потому что нет вот этого периода после приземления, когда идет реадаптация. Но с другой стороны, они препарируют мышей. Это делают астронавты и делают очень довольно другое. То есть они уделяют какой-то орган и замораживают его. То есть они спускают замороженный биоматериал. А вот качество этого биоматериала, насколько он годится для очень тонких исследований, это уже вопрос достаточно спорный. Хотя, в общем, как показывают первые наши результаты, результаты есть и достаточно интересные. Вторая программа с животными, это японская программа, она сейчас начинается. Планировалось, что мы ими тоже будем участвовать, но пока не получается. Там программа в первую очередь связана с тем, что они будут экспонировать мышей в условиях микрогравитации и в условиях искусственной гравитации. То есть одновременно шесть мышей будут находиться в клетках просто, а шесть мышей будут находиться на центре. Такого рода исследования у нас были на крысах, это было довольно давно. А вот сейчас пытаются сделать и поршу. Но здесь проблема в чем? Они очень хотят, чтобы животные спускались, как мы спускаем на биоматериал. Чтобы они имели биоматериал живым на земле и могли его исследовать максимум через 12 часов. Или сразу на месте посадки. На месте посадки не получится, потому что там, где человеческая посадка, сделать то, что мы делаем на берегуне невозможно. Но через 12 часов получить биоматериал в Москве можно. И организовать это можно. Но это очень дорогое удовольствие. Очень дорогое. И японцы пока для себя решение не приняли. Если они примут решение, тогда мы это будем организовать. Если не примут, то тогда они будут использовать американские аппараты для спуска на землю. Но у американцев невозможно исследовать животных сразу же. То есть после посадки, а приземление идет в океане, только через 3 суток животные могут поступить в лабораторию. Это уже не те животные, которые нужны. Или будут спускаться замороженные. Вот, собственно говоря, что похожего есть на МКС. Огромная программа на МКС, это медицинская программа. Все, что связано с человеком. И на это делается основной опорой. Но биологические исследования, они достаточно ограничены. Плюс надо еще учесть, что аппаратура, которую мы делаем для биона, она сложная. Особенно для содержания животных. В ней очень много требований. Но она все равно проще той аппаратуры, если бы аналогично делали для МКС. Потому что там требования безопасности в разы огромные. То есть там на каждое какое-то возможное воздействие на человека должно быть по крайней мере 3 варьера безопасности. Это очень большая проблема. И вот работа с животными это всегда очень сложно. Они будут инкубироваться в той газовой смеси, которая на МКС? Ну там обычно, да. Если у меня это с газовой смеси не будет. Ну так же. Вот не точку замораживания, а образцов органов у НАСА, да? Скажем, они же замораживают просто их не в жидкости, а вот сухие органы, скорее всего, да? Они выделяют органы в соответствующей емкости и завораживают при минус 80. У них такой холодильник называется Мелфер. Его завораживают при этой температуре. Вот они там хранятся определенное время. Потом, когда спускаемый аппарат готов к отправке, они переносят это в специальные контейнеры, где тоже температура минус 80 и спускают на Землю. А можно модифицировать их в методику? То есть, скажем, если участвует Роскосмос? Нет. Мы не можем модифицировать, потому что это не наша методика, это американская. Мы единственное, что можем. Договориться с ними, что они нам передадут какое-то количество замороженных тканей. То есть, скажем, в 20% глицерине нельзя их замораживать? Нет. В этом случае сохраняется очень много вещей. Есть вероятность того, что будут проводиться совместные эксперименты, что поднимается под совместностью, что мы будем обсуждать с американскими специалистами о том, как мы будем делать совместный эксперимент. Ну, допустим, мы проводим совместный эксперимент и мы ставим свои условия. Но тут отдельные проблемы есть. Чисто такие вот уже политические вопросы, связанные как пойдут они на это или не пойдут, есть у них на это возможность. Ведь для того, чтобы заморозить глицерин, надо глицерин достать. Да, да, да. А это отдельный разговор. А что мы его поставим? Понимаете? Все понятно. Значит, я могу сказать, что, как правило, они фиксируют либо в парфюм-дегине, это классика, либо в НЛА глицерин, так сказать. Поэтому варианты есть. Но это все сложно и не так просто. Вот сейчас обсуждается такой совместный эксперимент, постановка. Очень дорого, кстати говоря. Я вам могу сказать. Для того, чтобы провести совместный эксперимент с мышами, нужно стоить часов времени космонавта. Час времени космонавта стоит 70 тысяч долларов. Значит, это как минимум 7 миллионов стоимость времени космонавта. Есть вопрос, а стоит ли этот биоматериал, который нам дадут в этих денег. Хотя я думаю, что он стоит все-таки. И вот тут, когда стали обсуждать совместность, договориться очень сложно. Ну, вот я предложил делить мышей, там, 20 мышей, 30 суток гектарной эвтаназией, замораживать целиком, без разделки. По 10 мышей американцев, по 10 на. Делать компрометарное, либо компрометарное, либо параллельное исследование, чтобы как-то это все дело совместить. Не знаю. То есть это все вот еще упирается вот в такие вопросы, которые как бы лежат за пределами чистой науки.